Всем привет! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Сегодня я поделюсь с вами самой главной техникой, которая повышает вероятность обнаружения лжи более чем на 80%. Досмотрите видео до конца и после просмотра вас уже будет не так просто обмануть. Техника заключается в следующей формуле. О-С-Р-П. Где О-обработка, на этом этапе мы определяем базовую линию поведения человека. Как он ведет себя в нормальном и стабильном состоянии, в каком эмоциональном состоянии находится в данный момент времени, когда идет беседа. Он подавлен, либо в приподнятом настроении. Он использует жесты в своей речи или нет. Какой тон и громкость голоса. Он вообще не занимает активную позицию и берет инициативу на себя, либо пассивную. Определение базовой линии зависит напрямую от того, в каком русле вы планируете выявлять ложь. Какой теме это будет посвящено. На этом этапе я обычно завожу непринужденную беседу с человеком. Выбираю тему для разговора, которая будет связана с его деятельностью, как правило. Поинтересуюсь подробностями работы, нюансами, как он рассуждает, как строит предложение, на что акцентирует внимание, использует ли паузы после моих вопросов. Спрошу, как провел день и так далее. Я задаю такие вопросы, в которых буду уверен, что человек ответит правдиво. И отмечаю поведение и реакции после таких вопросов. Далее С. Это стимул. Стимул, своего рода провокация, может быть как вербальная, так и невербальная. Тут мы определяем, как человек реагирует на наш стимул. Это может быть провокационный вопрос, связанный с подробностями его истории, какое-либо действие или изменение окружающей обстановки. Например, даже предмет, который как-либо связан с образом истории человека. И отслеживаем эмоции, какие у него возникают при ответе на эти вопросы. Важно, стимул должен быть связан с историей человека, в которой мы думаем, что он нас обманывает. Затем Р. Реакция. Определяем изменения в невербальном и вербальном поведении человека после заданного ранее стимула. Как изменились его жесты, мимика, поза, тон и громкость голоса. Есть ли сигнал вегетативной нервной системы, учащенное или глубокое дыхание, изменение цвета кожи, движение глаз, паузы в речи, построение предложений и так далее. Какая моржа? Хороший вопрос, я точно не знаю. Отмечаем, как он реагирует после данных стимулов и далее проводим проверку с базовой линией поведения человека. П. Проводим параллели и проверяем, соответствует ли реакция на стимул его базовой линии поведения. На этом этапе мы проводим основную работу. Например, если человек говорит о стрессе, который ему предстояло пережить в своей истории, и мы не уверены в правдивости его слов, то на этапе проверки задаем вопросы, которые будут ориентированы на выявление реакции и описание другой стрессовой ситуации, которую приходилось пережить когда-либо в жизни. Как он тогда реагировал? Какие эмоции испытывал? Что чувствовал? Может ли с чем-нибудь сравнить? И так далее. И сравниваем его реакцию и ответ с тем, что было после задавания стимула по его основной истории. Задаем уточняющие вопросы. Можем комбинировать вопросы на выявление базовой линии и провокационные вопросы. Сравниваем реакции. Наблюдаем отличия и делаем выводы. Если на вопросах после ваших стимулов вы наблюдаете беспокойство собеседника, нервозность, его поведение отличается от базовой линии, то необходимо насторожиться. Значит, эта ситуация вызывает у него определенного рода беспокойство и, возможно, он что-то скрывает. Приведу пример использования этой формулы на практике. Один раз знакомый позывал меня с собой, когда он выбирал себе машину с пробегом, чтобы я определил искренность продавца. Битая, не битая машина, о чем он умалчивает и так далее. Когда мы встретились с продавцом, я изначально провел оперативное определение базовой линии. Поинтересовался, как он доехал, какие были перед этим дела, все ли он решил, давно ли уже за рулем и прочие вопросы, которые были по большей части нейтральными и в которых я был уверен, что человек ответил вправду. Затем он начал рассказывать про машину и ее историю, про техобслуживание и так далее. Я начал задавать вопросы, которые интересовали моего знакомого, стимулы. Это была ли в аварии, сколько владельцев, бита ли она и прочее. Я заметил реакции, как он отвечает на эти вопросы, какие использует формулировки, есть ли паузы или отвечает сразу, что помогло мне определить, готовился он к этой беседе заранее или нет. Если готовился, то почему. Меня смутила чрезвычайно его активность после стимулов, которые я задавал при стрессовых вопросах. Он рассказывал все в мельчайших подробностях, был очень активен. Я практически не успевал договорить предложение. Он сразу начинал отвечать, а не задумывался перед ответом, не испытывал практически никаких эмоций, смотрел четко в глаза и создавал впечатление уверенного и убедительного человека. Что меня смутило, поэтому я решил добавить несколько проверочных и провокационных вопросов с отсутствием конкретики. Например, я говорил, что вижу вмятину. Вы его меняли? На его лице тут же появился страх и отрицание вместо недовольства и непонимания, о чем я говорю, которое выражалось бы в сведенных бровях. И повышалась общая двигательная и эмоциональная активность. Почти так же, как при ответах на стрессовые вопросы до этого. Потом выявлял так же, как реагируют на очевидно ошибочные объединения. Говорил, что почему у вас стекла разной марки, хотя я видел, что у него со стеклами все в порядке. На что и появлялась ожидаемая реакция недовольства и непонимания в сведенных бровях. В итоге, после ряда таких вопросов и сверх реакций, я все же посоветовал знакомому не доверять этому продавцу, так как меня смущает его определенные противоречия. Но было предложено отвезти в сервис на проверку автомобиль, после чего продавец знатно начал переживать, но в итоге согласился. В итоге было обнаружено значительное количество повреждений автомобиля, которые умело были скрыты за покраской, сваркой, заменой определенных деталей и других таких несоответствий, по словам продавца. Я советую вам использовать эту формулу всегда, когда идет речь о том, что нужно определить ложь. Эта формула имеет такую же суть, как математическая, только где вместо цифры нужно вставлять наблюдаемые реакции и сопоставлять их, чтобы пример решился. О таких возможных признаках и наблюдениях, которые можно вставлять в формулу, для того, чтобы получить результат, обманывая человек или нет, я буду рассказывать в будущих выпусках. Это основной алгоритм действий, который нужно использовать всегда, когда касается дела определения лжи, и о котором я буду упоминать еще не один раз. А если вы хотите узнать подробнее о том, какие еще признаки и техники обнаружения лжи бывают, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. Ставьте лайк, пишите комментарии, и не забывайте делиться видео с друзьями, чтобы повысить вероятность выхода следующего ролика. Ведь таким образом я вижу, что вам это интересно, и незамедлительно буду готовить больше материала, чтобы восполнить вашу потребность. И самое главное, наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках. Всего хорошего.